Вчера та же председатель ЦИК, что шесть лет назад Элла Памфилова, теми же словами, что шесть лет назад Алексею Навальному отказала Екатерине Дунцовой в праве быть кандидатом в кандидаты, в праве быть допущенной до сбора подписей для регистрации кандидатом в президенты. Сделано это было посредством формальных придирок к документам инициативной группы по выдвижению кандидатов. Нотариус перепутал буквы в именах и фамилиях некоторых присутствующих при заверении документов и прочие подобные вот нарушения. Мы понимаем, что на таком уровне выборов это полная, конечно, нелепость. Это не муниципальные, не региональные выборы и даже не выборы в Госдуму. Не тот случай, где реально имеет значение чистота документов. Особенно, когда нет никаких сомнений, что реальные 500 человек пришли, показали паспорт, удостоверились у нотариуса и выдвинули своего кандидата. Это главные персоналистские выборы и решения относительно всех процессов принимаются только в администрации президента. Так вот, из тех решений, которые мы перечислили в первом ролике у Думцовой, было выбрано самое простое. Сбивать потенциально опасных соперников на дальних подступах. Потому что система не может позволить себе никаких посторонних. Перед тем, как начнем, у нас сегодня в 19.30 по Москве будет стрим. Будем собирать средства на новый проект, который мы хотим сделать на канале. Президентские выборы в России — это отдельный жанр со стандартным сюжетом, который почти без изменений воспроизводился с начала нулевых годов. Каждый участник мероприятия отыгрывает свою четко определенную роль. Каноничный пример — Владимир Жириновский. Как Гена работал в зоопарке крокодилом, так лидер ЛДПР работал с Жириновским на выборах. Его задачей было привлекать хоть какое-то внимание к унылой процедуре с предрешенным результатом. Ведь кому интересны дебаты кандидатов, ни один из которых не претендует на избрание? Зачем смотреть, как четверо светских сумасшедших беседуют ни о чем? Ну, этот кандидат то истерику в прямом эфире устроит, то водой кого-нибудь обольет или драку затеет. И, глядишь, эфир в два часа рабочего дня, засунутый между передачей о здоровье и телемагазином, смотрит уже не полтора пенсионера, а побольше. Смотрит, а потом цитирует, обсуждают, осуждают. Потому что не должны выборы аж целого президента проходить как регистрация физического лица в качестве индивидуального предпринимателя. Нужна какая-то движух. Если счет на табло написан заранее, то пусть хотя бы голый мужик по полю побегает, фанаты подерутся. Ну, хоть что-то. Вот это хоть что-то 20 лет Жириновский и исполнял. Помимо Жириновского была другая обязательная роль во всех президентских кампаниях. Либеральный кандидат. Человек, который говорит правильные, но до скуки банальные слова о свободе, о правах человека, о законности, о сменяемости власти. Азбучные истины за все хорошее против всего плохого. В 2000-м это был Григорий Явлинский, хотя там выборы были чуть другие. В 2004-м эту роль исполняла Ирина Хакамада. В 2008-м такой кандидат не требовался, потому что его место занимал сам Дмитрий Медведев. В 2012-м либерала исполнял Михаил Прохоров. В 2018-м было целых два на выбор. Стандартный Григорий Явлинский и нестандартный вариант Ксения Собчак. Такие кандидаты де-факто не ведут избирательную кампанию. Ну, на дебаты ходят, выделенное время под политическую рекламу в СМИ занимают, какой-то минимум встреч с избирателями проводят. Но полноценную кампанию на результат не ведут. Электорат таких кандидатов, явясь он на участке, потенциально опасен. Так что кампания должна вроде как быть, но в то же время ее должно не быть. Такой кандидат должен получать результат от 1 до 4%. Бывали исключения. Михаил Прохоров на волне зимних протестов 11-12 годов набрал почти 8% и обогнал Жириновского. В 2000-м Явлинский набрал 6% и тоже обогнал Жириновского. Ну, то были все-таки еще только вход в путинизм, выборы первые. Ну, вообще целевые показатели от 1 до 4. Потому что кампанию не ведут и лишний раз не отсвечивают. Потому что у них гигантский антирейтинг. Потому что они скучные до скрежета зубов. Потому что их избиратель демотивированный дома сидит. В общем, по совокупности причин. Такая вот нехитрая политтехнология. Ясно, зачем нужен такой кандидат? На любые претензии о зачистке политического поля можно с полным основанием возразить. Вы это о чем, друзья? У нас в бюллетене полный ассортимент на любой вкус. Есть националист, есть такой коммунист, сякой коммунист. Есть постарше, есть помоложе. Вон даже либерал значится. А порой бывает и больше одного. Люди могут выбирать. Просто они в очередной раз проголосовали за стабильность. Все это не фантики и не украшения. Это буквально само содержание выборов. Человек, получивший на долгие годы невероятный объем власти в огромной стране, должен выглядеть респектабельно. Процедура должна быть респектабельной. Она должна хотя бы формально отражать расклад политических взглядов в стране. Если на выборах высокого уровня вы делаете кандидатами совсем уж откровенную кунсткамеру, это может дать эффект обратно ожидаемому. Как, например, случилось на губернаторских выборах в 2018 году. Люди просто пришли и проголосовали на зло. Ведь если вы настолько держите избирателей за идиотов и настолько их презираете, что ваши конкуренты – это сторожа с автостоянок, то эти сторожа начнут выигрывать выборы. Так было и в 2019-м на выборах в Мосгордуму. Очень уважаемых людей обыграли кандидаты, которых после избрания долго не могли найти, чтобы вручить мандат. Кандидаты, которые не потратили на компанию ни копейки и даже в городе в это время не были. Все эти хитрые политтехнологии городили все это время не просто так, а потому что никогда не знаешь, в какой момент у вроде бы аполитичных людей щелкнет в голове и появится острое чувство унижения и несправедливости. И пускай эти политтехнологии выглядели для посвященных людей глупыми и бессмысленными, но на них все держалось. А теперь оказалось, что власть не может себе их больше позволить. Вроде бы Екатерина Дунцова на роль вот такой вот либеральной жертвы вполне годится. Денег у нее нет, из-за ресурсов только волонтеры, федеральная известность равна нулю. Плюс над любым антивоенным кандидатом висит штук пять уголовных статей, так что толком ничего и не скажешь, вещи своими именами не назовешь. Потенциальный электорат Дунцова еще и запуган до икоты. Поудалял твиттеры и фейсбуки, при виде ментов хватается за сердце. Ну давай, вперед и с песнями веди компанию. Организуй 40 штабов по сбору подписей, когда опытные сборщики ближе к Грузии не водятся. Лавируй между экстремизмом, фейками и дискредитацией. Собирай 300 тысяч подписей и сотни миллионов рублей из тех, кто даже в баре по пьяной лавочке боится лишнее слово сказать. В стране, где любые несогласные с генеральной линией объявлены шпионами, организуй перепись паспортных данных и банковских реквизитов всех врагов народа. Чтобы специально обученные специалисты в штатском пошли по их работодателям, преподавателям, родителям, соседям. И всех кошмарить не надо. Достаточно слить десяток имен, пятерых отчислить, троих уволить, двоим машины разбить, к одному домой строгий мент, чтобы пришел с вопросом «Наставлял ли подпись?» К другому, его ларек с шаурмой, все на свете проверки, значит, надо, чтобы пожаловали. Уполномоченная комиссия внимательно изучит основания приватизации помещения, которые тебе сдают. И все. Медиа это разнесут, все будут об этом только и говорить, и от твоих штабов и сборщиков будут шарахаться, как от зачумленных. Ну, допустим, каким-то чудом ты сможешь провести музыкальный фестиваль на минном поле. Принесешь 300 тысяч чистых подписей и ни единого уголовного дела. Ну, выдадут тебе удостоверение кандидата. Но дальше-то тебе придется сделать федеральную кампанию из ничего. Сразу забудь про телевизор, печатные СМИ, наружную рекламу, любые российские онлайн-площадки от ВК до Яндекса. Даже для печати листовок тебе всякий раз придется искать самую храбрую типографию, и не факт, что найдешь. Никаких предвыборных митингов тебе, конечно, не согласуют. Вот, шутка ли, антивоенный митинг в Москве под видом встречи с избирателем. Не для того Госдума два года стругала законы, чтобы такое возможно было. Какая уж тут кампания. Казалось бы, все будет как всегда и даже проще. Ну, постоит журналистка из Ржева на дебатах, которые без Жириновского и вовсе никто не посмотрит. В прямом эфире ее будут консолидировано поливать по-моями вся массовка от Бабурина до Слуцкого. На этом знакомство Дунцовой с широким избирателем и закончится. Для агитации останется разве что Ютуб. Вот и весь ее медийный ресурс. Базов взглянешь, совершенно же безопасный кандидат. У Собчак здоровенный антирейтинг, но стопроцентная узнаваемость. Явлинский скучный, как Перловка в детском саду, но с каким-то яблочным электоратом и позициями, которые всю жизнь держат и озвучивают одинаковые. Прохоров скандальный олигарх, но у него есть ресурсы. Либералы прошлых кампаний могли плюс-минус свободно высказываться. Собчак вон даже Крым упоминал. А тут-то вообще ничего. Никаких базовых преимуществ у кандидата нет. И чего бы вам казалось бы не разнообразить кампанию? Чего бы какую-то драматургию в нее не привнести? На третьем году войны на пятом сроке иметь в соперниках безработного Бабурина, пенсионера Харитонова и зайчушку Слуцкого? Это же зашквар полный. Наоборот, ведь хорошо, что нормальный человек с членораздельной речью по своей воле решил в этом всем поучаствовать. Еще пойди найди таких желающих. Все помнят, что стало с Грудининым, которого на ровном месте раздели и обглодали до костей. Президентские выборы в таких режимах, как наш, это ритуал. Но ритуал должен выглядеть прилично. Но оказывается, что все совсем не так, как было 20 лет назад, 12 лет назад и даже 6 лет назад. Сейчас развлекать избирателей, что-то доказывать западным партнерам, вообще привлекать лишнее внимание к мероприятию, это, во-первых, роскошь. А во-вторых, роскошь вредная. Дожить, пережить, перекреститься, забыть и поехать дальше. Вот программа «Максимум». Че там в голове у российского гражданина? Да черт его разберет. У нас тут, конечно, фестиваль неслыханной щедрости. Мы раздаем деньги всем подряд, как в последний раз. Безработица у нас ниже естественного уровня. Но большинство-то народ нифига не на оборонку и смежной отрасли работы. В Москве, Питере и десятке прочих островков изобилия живет где-то четверть жителей страны. Но остальные-то живут в других локациях. Остальные не получили ничего, кроме очень заметного роста цен на всю. Если десяток куриных яиц у вас дорожает за год с 90 до 130 рублей, и это вызывает прям заметное возмущение, значит, одно из двух. Либо в вашей стране яйца потребовались в каких-то нечеловеческих масштабах, в каждом доме по кондитерской, либо ваши граждане в массе своей настолько бедны, что лишние 12 рублей за глазунью из трех яиц заметно бьют по семейному бюджету. Получается довольно занятная ситуация. Пропаганда разными способами пытается нам сказать, что Россия переживает лучшее время в истории. Всем желающим раздают мешки денег, заводы растут и поля колосятся. Мол, никогда страна не жила так хорошо, как при войне и санкции. Если же смотреть на цифровые показатели, то, во-первых, непонятно, откуда такой оптимизм мог бы взяться. Во-вторых, явно видно, что граждане его не разделяют. Граждане осознают, что стали беднее и испытывают закономерную тревогу относительно собственного будущего. И уж что мы точно знаем, в чем нет ни малейшего сомнения, граждане конкретно устали от войны. Короче говоря, гражданин России, оставленный один на один с бюллетенем и своими мыслями непредсказуемый субъект. Поэтому идеальный вариант для власти, чтобы на участке явились только те, кого в актовом зале предприятий подробно проинструктировали, как себя вести. А остальные и вовсе не заметили, что вообще были какие-то выборы. Но если кто-то вдруг придет на участок по своей инициативе, то список кандидатов должен состоять из такой биомассы, что проголосовать хоть за кого-то, кроме Путина, рука не поднимется. Прочие претенденты должны быть таким коллективным слуцким, персонажами, сотканными из чистого омерзения. Игры в либеральных кандидатов, всякие сложные политехнологии, я уж не говорю про допущенную до выборов оппозицию, это все признаки хороших времен. Чем сложнее ты наградишь конструкцию, тем выше вероятность, что все пойдет не по задуманному плану. Это как если вы покупаете уже старый автомобиль. В таком случае лучше брать самую простую комплектацию, ведь не ломается то, чего нет. Всякие там хитромудрые системы впрыска, адаптивные подвески радовали первого владельца. А вам предстоит узнать, что ремонт всей этой поизносившейся хренотени стоит, как еще один автомобиль. Неважно, насколько несерьезно выглядит оппонент, проблем не будет только с тем кандидатом, которого нет в списке кандидатов. Вон Лукашенко уже доигрался, уже доусложнялся. С дуру решил показать, что он круче вареных яиц и домохозяйка ему только в бюллетень украсит. Ну и сидит теперь в приемной Путина между замминистра культуры и губернатором Пензенской области. А нашему-то, верховному главнокомандующему, если что, сидеть негде, кроме Лефортова. У Си Цзинпини его точно никто не ждет. Не надо усложнять, надо проще. У Путина вся система как жигуль 99-го года выпуска. Да, гнилой насквозь, заводится с толчка, передачи вылетают, руль бьет и тянет влево. Но пока едет. Не быстро, не надежно, но едет. И не надо его трогать. Любой тюнинг только во вред. Полезешь в коробку шаманить, двигатель накроется. Причем касается это не только выборов. Чем старше система, тем меньше в ней гибкости, тем меньше реформы она может себе позволить. Если ранний Путин позволял себе менять правительство почти целым кабинетом раз в несколько лет, то с 12-го года, с конца Медведевской эпохи, все персоны на ключевых постах стареют вместе со своим шефом. Чем дальше, тем сложнее изменить хоть что-то, не расплескав драгоценную стабильность. Допуск постороннего кандидата сделает выборы несколько краше. Победу убедительней, президента респектабельней. Это все полезные и важные штуки. Но еще это риск. Пусть риск на доли процента, но кто знает, может через месяц счет пойдет на целые проценты. А к марту, глядишь, случится что-то плохое, что-то непредсказуемое. И кандидат, которого ты зарегал смеха ради, станет лидером оппозиции, надеждой нации. И на участках выстроятся километровые очереди его избирателей. И что тогда? Слишком много всего непредсказуемого легло на плечи политического менеджмента за два последних года. И львиную долю проблем принес им тот самый человек, которого сейчас нужно перетащить через 17 марта. Те, кто занят выборами сейчас, совершенно без понятия, о чем разговаривают Путин с Патруфоровым. Не знают, какой еще фортель выкинут старики. А ведь сюрпризы могут исходить не только от этих двоих. Такое уж время и такая ситуация. Чтобы все это выдержать, чтобы с гарантией пройти голосование вне зависимости от любых форс-мажоров, система должна быть простая, как ломик в разрезе. Пока остается единственный соискатель на должность технического либерала Борис Надеждин. Совершенно системный человек, который заметно проигрывает в узнаваемости Явлинскому, но играет с ним в одном дивизионе чемпионата по скуке. Либерал из 90-х с очень кондовым, немного карикатурным языком. Вроде бы очень подходящая кандидатура. Но выдвинулся он, судя по всему, самостоятельно. Кроме того, он очень четко формулирует антивоенную позицию, что делает его из понятного и системного каким-то сюрпризом, а его шансы на регистрацию минимальными. Не из-за личных качеств Надеждина, а потому что частная инициатива на этих выборах явно не нужна. Если мы верно реконструируем логику тех, кто принимал решение, то сводится оно к очень простой идее. Лучше выиграть у беспонтового Бабурина, чем проиграть, как Лукашенко. 30% реальной явки, каких надо избирателей, лучше, чем 70% непонятных типов, которым в голову не залезешь. Лучше быть посмешищем, но в Кремле, чем самым умным и хитрым, но в СИЗО. Теперь только так. Не нужно никаких достижений. Не нужно никому ничего доказывать. Просто пережить еще один день, еще один год, еще одни выборы. А кто загадывает дальше, конца 2023 года, тот точно живет не в России. Вот такие пироги. До завтра. Приглашаем вас на театрализованное представление Максима Катца. Закулисная жизнь канала, запись ежедневного ролика, общение с залом. Тель-Авив, Франкфурт, Цюрих, Париж, Рига, Таллинн, Милан, Барселона, Варшава, Лиссабон, Вильнюс, Хельсинки. Билеты на сайте maximkats.com